Всем известно, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Особенно это актуально накануне Дня Святого Валентина. Это может быть не просто открытка, сделанная своими руками, но и что-то посерьезнее. К примеру, почему бы не сделать рамку для фото с обложенным туда совместным фото. Сегодня нам в этом поможет, я бы сказала, всем уже известная, многим известная, заядлый хендмейдер Снежана Калинина. Доброе утро, Снежана! Доброе утро! Мы сегодня будем вот эту красоту делать, да? Да, я сегодня решила показать вам рамочку. Она у нас немножечко с сюрпризом. Сейчас очень популярно делать рамочки, ну, не рамочки, а вообще пуп-арт в скрабукинге. То есть это когда мы открываем, это вот в любимых книжках у нас бывает же, да? Да, 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 из детства. В общем, можете посмотреть, и я, наверное, пока начну делать, чтобы мы успели. А что нам для этого вообще понадобилось бы с самого начала? Долго я сделала заготовочку. Обычный картон переплетный, скрабовая бумага, видите, я ее уже завернула, приклеила. Ну, ничего сложного, по краям можно ее порезать и заклеить клеем, который вам будет удобен. Значит, для того, чтобы у нас здесь внутренняя часть была красивая, когда туда заглядывали, да, вовнутрь, где у нас цветочки гуляют. Так, так. Мы заклеиваем еще одну красивую бумажку. Открываем наш клей и приступим. Сейчас мы создаем задний фон, получается, так называемый, да? Да, внутренний, задний фон, чтобы это все внутри было очень красиво. Размеры вы можете подбирать любые, которые вам нравятся. Может быть, под большое фото, может быть, под маленькие какие-то, да? Вам нужно нарезать два переплетных картона одинакового размера, соединить их перемычкой. Вот здесь вот в серединке она у нас соединялась, да? И, значит, обернуть в красивую скрабовую бумагу. Бумага может быть любая, даже цветной картон или даже фоамиран, возможно. Поэтому сделать может каждый. Сколько примерно уйдет на эту красоту времени? Вот Андрей вот только что сказал, что за несколько дней ему понадобится. Мне несколько лет понадобится, наверное. К этому на самом деле очень быстро привыкнуть. И когда ты... Вот смотрите, я немножко увлеклась, да, и приклеила раньше, чем сделала нашу ножку, да? Хотела рассказать, как я делала вообще эту ножку. Я также отрезала из картона нужного мне размера. Допустим, здесь 5 сантиметров на 10. Значит, с одной стороны приклеила скрабовую бумажку, и вот с другой стороны проклеила его, значит, на малярный скотч. Это для того, чтобы у нас вот эта вот ножка могла сгибаться. Проколола дырочки, да? Да, шилом обычно прокалываем дырочки, с двух сторон наклеиваем, значит, скрабовую бумажку, которую мы подобрали. А идея откуда вообще рождается? Ой, раньше, когда я только начинала заниматься скрабукингом, идеи я, конечно же, подглядывала уже известных мастеров, которые занимались этим уже давно, ходила на разные мастер-классы. Со временем, когда навык уже стал появляться, я начала делать сама свои альбомы. Например, вот в разработке сейчас вот Фрида у нас альбомчик. Так. Там тоже и про историю любви, всякие сголовки, интересные кармашки, секретики разные. Да, интересненько. Вот. На самом деле, очень интересно заниматься чем-то рукотворным, да? Вот мы сделали нашу ножичку, чтобы рамка у нас наклонялась. И снова приклеим внутреннюю часть. Вообще, любая бумага может использоваться для этих открытых петель? Или это как-то специально? Покупать, вырезать? Да, есть специальные бумаги, не то чтобы бумаги фирмы, которые производят разные дизайны этой бумаги. Поэтому, ну, начинать вы можете и обычно, даже, наверное, с цветного картона для пробы, да? Допустим, вот когда мы делаем поп-арт, это очень требуется такой расчет математический, чтобы все правильно отрезалось, все правильно приклеилось и не переделывать. Давайте, пока вы там делаете, я покажу нашим телезрителям ваш... Я не знаю, для меня показалось бы, наверное, это самая сложная работа. Для вас, возможно, она была не самая сложная, но посмотрите, какой замечательный альбомчик, да? Насколько тут силы, труда, наверное, времени вложено для того, чтобы удивить своего родного, близкого человека. Вот это реально стиль, я не знаю, придумать, наверное, ну, по крайней мере, займет очень много времени, чтобы до конца доделать такую работу замечательную. Это специально такой эффект, да? Это целый настоящий фотоальбом. Это стиль винтаж. Здесь вот я тоже принесла вам показать немножко разные работы в этой технике. На самом деле не очень долго это все делается, потому что когда у тебя, когда к тебе приходит вдохновение, ты просто творишь и не можешь остановиться. И что мне нравится в скрапбукинге, он не только из бумаги складывается, да? Он делает не только альбомы, открытки, но и многие другие предметы, которые потом можно использовать в интерьере. То есть это вот панно, значит, здесь мы можем увидеть. Холсты, да, как картины, да. Красота. То есть все это вы можете делать самостоятельно. Снежана, я думаю, твои родные, друзья никогда не остаются без подарков, да? Ты всегда найдешь, что им подарить. Да. Мне в последнее время очень нравится дарить свои подарки, потому что увлечений у меня стало гораздо больше. Я сейчас пробую себя в вязании, хотя раньше никогда этим не занималась. В общем, я считаю, что каждый человек может сделать все, что он захочет. Сержант, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. А мы закончили. Да, мы уже закончили. Будет вот такая вот красота. Я думаю, всегда приятно получать вот такие вот рамочки. Сюда мы складываем фотографии, да? Да, рамочки с двух сторон можно. Делайте подарки своими руками. С наступающим праздником. Увидимся завтра.